Церковь Христова Церковь зовется Вселенской, потому что она не ограничивается ни местом, ни временем, ни народом, ни языком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok События этого фильма похожи больше на воспоминания советского кошмара. Когда гонения на православную церковь были официальной государственной политикой. Когда могли уволить с работы, арестовать и посадить в тюрьму за исповедание православной веры, за верность Христу и его заповедям, его церкви. Тем не менее, это не воспоминания. Это события, которые происходят в наши дни и на наших глазах. Македония Македония. Маленькая православная страна на юге Европы. Вот уже несколько лет здесь существуют две церкви. Истинная и ложная, гонимая и гонительница. Мы приехали сюда, чтобы посетить гонимую церковь, православную Охридскую архиепископию сербского патриархата и осмыслить путь, по которому идет сейчас Македонская Раскольничья церковь. Мы хотим рассказать русским православным, какая страшная беда постигла македонский народ и как выживают верные православию христиане. Мы с вами находимся в древнем Охриде, в сердце православия на Балканах. Древний центр Охридской архиепископии. Церковь, которая была долгое время, некий центр православия сравнил с пятью патриархатами древности. Здесь родина Кириллицы, отсюда наш алфавит родом. Здесь Святой Климат Охридский переводил богослужение на славянский язык, продолжая дело Святых Равнопостных Кирилл и Мефодия. Здесь просеяло множество угодников Божиих. Здесь еще в древности проливалось кое христиану в театре. И здесь же одновременно сейчас, увы, находится раскол. Началась эта история в 1967 году, когда Охридский архиепископ Досифей под давлением коммунистической государственной машины объявил себя главой автокефальной церкви. И ради этого своего главенства пошел на разрыв со всем православным миром. Так само провозглашенная Македонская Православная Церковь ушла в раскол на долгие десятилетия, лишив себя общения со Вселенской Православной Церковью. Пока существовала Югославия, не предпринималось никаких серьезных попыток к преодолению раскола. Но после падения коммунистического режима и отделения Македонии от Югославии, появилось движение к преодолению пагубного разделения. В начале 90-х годов начался диалог сербской литературы. Церковью о преодолении раскола. А в 2002 году в сербском городе Ниш был подписан договор о восстановлении общения на условиях широкой автономии Македонской Православной Церкви, которую предлагалось именовать Охридской архиепископией. Однако под давлением властей Республики Македония и епископы Македонской Православной Церкви отказались от своих подписей, поставленных под тем договором. Тогда святейший патриарх сербский Павел предложил каждому епископу по отдельности вернуться в литургическое и каноническое единство с сербской Православной Церковью, а через нее и со всеми остальными православными церквами. Единственным, кто откликнулся на это приглашение, был тогдашний митрополит Велевский и Повардарский, а нынешний архиепископ Охридский и митрополит Скопский Иоанн. С того момента, когда он вошел в единство с Церковью и до ныне, македонские власти против него и против всех прихожан Православной Охридской архиепископии организуют гонения, немыслимые для 21 века. Утром 11 января 2004 года мы вместе с архиепископом Иоанном служили литургию в храме Воскресения Христова. Во время пения Херувимской в храм ворвались полицейские, они зашли в алтарь и потребовали от архиепископа Иоанна прекратить литургию. Тогда владыка Иоанн ответил, «Если вы хотите прервать литургию, вам придется убить нас». Полицейские отступили, но остались ждать. После службы, без объяснения причин, нас арестовали, затолкали в тюремные машины и отвезли в участок города Биттелла, где продержали более суток в темноте, без еды и воды. Пока нас держали в тюрьме, полиция выгоняла монахов из наших монастырей. Когда нас выпустили, оказалось, что нам некуда возвращаться. Нас выселили без суда, без закона и без срока. Владыка Давид – один из пострадавших тогда вместе с архиепископом Иоанном. Можно сказать, что он вырос в расколе, но по милости Божьей пришел в каноническую церковь и нашел в себе силы идти по избранному пути. Еще до возвращения в истинную церковь, будучи игуменом, отец Давид побывал на Афоне. Позже он вспоминал, что их принимали с большой любовью, но до причастия и совместных служб не допускали по причине раскола. Именно тогда он понял всю трагичность положения Македонской православной церкви. В 2004 году был снесен монастырь святого Иоанна Златоуста, который являлся центром православной общины Македонии. По официальной версии, сооружение было разрушено, так как его построили без разрешения властей. Хотя участок земли, на котором он был сооружен, принадлежит родителям митрополита Иоанна. Несколько лет назад их дом также был ограблен и подожжен. В этом же году глава Охридской архиепископии Иоанн был арестован и заключен в тюрьму. Официально ему было предъявлено сразу несколько обвинений. От разжигания национальной и религиозной розни и вражды до незаконного присвоения церковных денежных средств. С учетом всех обвинений он должен был провести в тюрьме 4,5 года. Во время заключения владыки тюремная администрация запрещала священнослужителям Охридской архиепископии посещать своего архиерея для преподания ему святого причастия. Архиепископа не выпустили даже для участия в рождественском богослужении. В камере не разрешали держать Библию. Весной 2006 года власти выпустили досрочно владыку Иоанна из тюрьмы. Но сразу же инициировали новое дело против него и в августе того же года снова посадили в тюрьму. Через 8 месяцев его снова выпустили. А в 2008 году, когда владыка находился в паломнической поездке за рубежом, власти опять инициировали очередное дело против него и приговорили к заключению под стражу. Священный Синод решил, что архиепископ Иоанн не должен возвращаться в страну до окончания процесса. Исполняя это решение, владыка сейчас живет в Греции и Сербии. При пересечении границы с Македонией его ждет арест и заключение. Я придерживаюсь того же взгляда, что и архиепископ Иоанн. Думаю, что это мнение всей церкви. Владыка часто повторяет слова, чтобы мы обратили наши сердца к людям, чтобы мы были открыты ко всем, кто желает войти в церковь. И нередко архиепископ Иоанн и его святейшество, патриарх Павел, повторяют, что церковь всегда открыта для диалога и дает путь для покаяния, которое следует принести всем. Единственное условие, которое сейчас ставится, это прекратить гонение против церкви, чтобы можно было мирно продолжать разговор, ибо невозможно разговаривать с тем, кто постоянно вас гонит. Здесь, на этом месте, проводилось заседание Синода Ухридской архиепископии. И здесь произошло упомянутое выше чудовищное разрушение монастыря. что сега прибыли на монастырь, и его поклоняя институту. Родители, как титры монастыря, купили вот это место, начиная оттуда и оттуда, да? Да. Тука требует добиться кафедралная церковь. Чтобы здесь построить кафедрален собор. А место, которое мы начали строить, это был Параклес. И истия от того, что разрушил властите. И он был разрушен властями. И это, потому что тут, конечно, моментально уходится в земле. Там, где-то куча земли лежит. Там находился разрушен властями храм. Истия оттуда, но не достали до закладного камня, который был заложен епископами. Три епископа закладывали, да? Да. Три епископа закладывали храма, и до закладного камня не смогли дойти. Да. Значит, сейчас тут не может, чтобы скоро ничего не видно. Земли там есть места, но нужно будет плюс защита на то, что осталось встать под земли там. Здесь засыпано сейчас землей, чтобы защитить тот складной камень, который остался внизу под землей. Чтобы потом здесь построить храм, да? Да. Под регистрацией уже община. Да. Помимо разрушения храма, сестрам довелось пережить и разбойные нападения со стороны раскольников. После заседания Священного Синода Охридской архиепископии, как только уехал владыка, в храм ворвались люди в масках и с автоматами. Забрали церковные предметы, облили монастырский дом бензином и подожгли. Но чудесным образом пламя сразу же погасло, не причинив почти никакого вреда. Только немного обгорел коридор возле входа. А налетчики все выпытывали у сестер, где прячется архиепископ Иоанн. Эти люди никак не могли поверить, что владыка Иоанн уехал. Они следили за ним день и ночь. Они наблюдали за монастырем и утверждали, что не видели, чтобы кто-то из него выезжал. Так Господь закрыл глаза ожесточенных людей и спас владыку Иоанна. Так что милость Божья над этим местом пребывает. А это еще один разгромленный раскольниками храм. Церковь святителя Нектария Игинского, настоятелем которой был иерей Барьян Витанов. После того, как отец Барьян пришел к единству с канонической церковью, он был изгнан из храма, где служил, отчислен с богословского факультета университета имени Климента Охрицкого, подвергался нападениям, а его новая церковь была разгромлена раскольниками. Теперь он служит тайно на квартире. «Мы видим, что расколы есть страшный грех, а злобы и гонения, которые устраивают раскольники, это и есть логическое последствие греха раскола, и признак того, что у этих людей утрачена связь со Христом. Для нас нет христианства вне церкви», – пишет священно-мученик Иларион Троицкий. «Казалось бы, все ясно и определенно, но, к сожалению, среди многих православных христиан ныне распространяется совсем иное несвятоотеческое отношение к расколам и, соответственно, иное понимание церкви. Говорят о том, что и в расколе можно спастись, и в расколе бывают святые, что расколы на самом деле не так уж пагубны, хотя еще 1900 лет назад святой Игнатий Богоносец предупреждал, «Не обольщайтесь, братья мои, кто следует за вводящим в раскол, тот не наследует Царствие Божие». Еще один монастырь, который мы посетили, – это женский Успенский монастырь возле Скопье. Он размещается в загородном доме, предоставленном отцом одной из монахин. Здесь поселились сестры, изгнанные раскольниками и полицией из монастыря Янковоц. Снаружи дом выглядит, как обычное здание, но внутри все устроено по-монастырски – церковь, трапезная, кельи и мастерские. Матушки шьют богослужебные облачения, пишут иконы. Раньше работы сестер были известны по всей Македонии, но после изгнания заказов стало существенно меньше. В 2004 году в каноническую церковь сербского патриархата из раскола перешли четыре монастыря – два мужских и два женских – Янковоц, Тресковец, Марков и Чардок. После этого полиция выгнала всех братьев и сестер из этих монастырей. Вот в каком здании сейчас обитают братья из монастыря Тресковец. Когда мы пришли в единство с канонической церковью, на нас начались гонения. И так мы оказались изгнаны из нашего монастыря Тресковец. Помню, была зима, и чтобы добраться до монастыря, полиция вызвала бульдозера для расчистки снега. После изгнания мы буквально оказались на улице. Между тем нам помогли наши духовные чадо, которые выделили в своем доме нам две комнаты, чтобы мы могли в одной спать, сидеть, молиться, а в другой служить литургию. Эти люди испытали большое давление стороны полиции за помощь нам. Поэтому Господь дал нам сил выдержать два года, пока не было приспособлено для жилья это здание, в которое мы переселились. Но, несмотря на гонения, угрозы, расправы, в каноническую церковь возвращается все больше верующих, священнослужителей, даже зная о проблемах, которые ожидают их. Владыка Марк в 2002 году вернулся в каноническую церковь и тоже не избежал давления со стороны раскольников и полиции. В одну из родительских суббот епископ совершал панихиды по усопшим на кладбище. И во время служения к Владыке подошли люди с требованиями прекратить все действия, на что Владыка ответил, что не может этого сделать, так как выполняет свой священнический долг. Но Владыку даже не стали слушать, а просто насильно вытолкали с кладбища. Я подал заявление в полицию, но ответа не последовало. И я знаю, что никто этим вопросом заниматься не будет. Но мы все равно продолжаем ходить на могилы в родительские субботы, но уже с осторожностью. Мы находимся в страхе, но делать нечего. Государство перекрыло нам все подходы к средствам массовой информации. Мы не имеем возможности сообщить о себе. Безусловно, македонцы уже догадываются, что происходит, но ни по радио, ни по телевидению мы не можем устроить какие-нибудь переговоры или дебаты с противоположной стороной. Для каждого верующего очевидно, что за отступничество и предательство неизменно последует возмездие. История с судьей, который первым вынес приговор Владыке Иоанну, тому доказательство. Архиепископ пытался предостеречь его от заблуждения, призывал покаяться, но тот даже разговаривать не захотел. Вскоре после этого процесса судья получил повышение по службе, и в тот день, когда должен был вступить в должность, внезапно умер, хотя не был ни старым, ни больным. Он попросил секретаршу, чтобы она принесла кофе, а когда она вошла в кабинет, судья был уже мертв. То же случилось с инспектором полиции, который разрушал монастырскую церковь в ниже поле. Мы видели Божий промысел, и Божья помощь ощущалась во время тяжких искушений. Когда мы вышли из раскола, то попали под гонение, но всегда чувствовали, что Бог с нами. Можно продолжить цитаты из Святого Евангелия, когда Христос сказал, «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидят. А если меня гнали, будут гнать и вас». И когда мы читаем в Евангелии эти Христовые слова, то чувствуем Божью помощь, потому что Бог с нами, ибо Он с теми, кого гонит. Путешествуя по Македонии, мы видели много печальных картин. Древнейшие храмы и монастыри распродаются или сдаются в аренду. Это монастырь Святого Пантелеймона. Теперь он превращен в отель и ресторан. В монастырском храме никогда не служат литургии. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В Кафедральном соборе Святой Софии в Охриде концертный зал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже главную святыню Македонии, монастырь святого Наума Охридского, в котором почивают мощи его основателя, раскольники превратили в гостиницу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы сейчас с вами видим главный духовный центр Охридской архипископии, монастырь святого Наума Охридского. Одного из святых седьмочистников, как их здесь называют, учеников Кирилла и Мефодия. Он главный, один из самых главных святых в Македонии. И этот монастырь сравним по значению для Македонии с лаврой Проводной Сергией Радужской. И раскольническая церковь превратила его в отель. Продала его на 30 лет в отель. Так называется, отель святого Наума. Здесь, в бывших монастыриях, живут люди, занимаются всякими нехорошими делами. Тут идет пьянка. А в центре находится храм с мощами святого Наума Охридского. Действительно такой пример мерысти запустения на святом месте. Величайшего святого, чудотворца, великого просветителя. Его мощь практически подается поруганию. И вот в том месте, где раньше свела молитва, сейчас цветет светская жизнь. Вот как раз пример безблагодатности раскола, который не вынимает даже в самых простых вещах, что нельзя торговать такой великой святыней. В бывших монашеских кельях живут люди. На святом месте расположен ресторан. А в центре монастыря находится храм с мощами святого Наума, великого чудотворца и просветителя. Уважаем, уважаем Тебя, преподобник Отче науме, И чтим святую память Твою, Наставничай монахом, И собеседничай ангелу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Самое важное, что в тяжелый период для православия существует любовь и единство между монахами, мирянами и клиром. Люди верят, что страдания архиепископа Иоанна принесут духовный плод всей церкви. И там, где много страдания, много и благодати. Нам рассказывали гонимые священники, что раньше не чувствовали такой благодати, как сейчас, хотя службы приходится проводить тайно на квартирах, в стесненных условиях, под угрозой ареста, но только в канонической церкви чувствуется подлинная духовная жизнь народа. Богородице спаси нас! За всеми святами упомянувшись, дай мне себе этот другой весь живот наше место Богу предадим! Аллилуйя! ПЕСНЯ Жизнь за нашу любовь члене населая месси Чистую Богу материю Третье решенье ПЕСНЯ 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 И славнейшую, без сравнения, Серафим, без истины. Служат в Охридской архиепископии на церковно-славянском, а частично на македонском, но в монастырях преимущественно на славянском. Везде, где мы были, в приходских квартирных храмах или тайных монастырях, мы всегда видели иконы, книги русских святых. В переводике печатаются переводы русского духовного и богословского наследия. Русскую православную церковь здесь особенно любят. Русская православная церковь От церкви-исповедницы, от Охридской архиепископии, что бы вы хотели передать вашим братьям в России. Когда один член тела Христова страдает, то страдает и все тело. Когда один член тела радуется, то радуется и все тело. Мы глубоко чувствуем, что русская церковь сострадает нам и радуется нашим радостям. И поистине мы благодарны за это и надеемся, что это гонение против церкви в республике Македония прекратится. Вы сами знаете, с какими проблемами сопряжен въезд в республику Македония. Так что ни один священник не может спокойно въехать, если он едет в православную Охридскую архиепископию. Но мы надеемся, что когда гонения прекратятся, мы сможем еще больше принимать гостей из России. Передайте мое приветствие верному народу Русской Православной Церкви. Я очень благодарен за вашу заботу и сострадательную любовь, которую вы показываете для церкви в республике Македония, которая проявляется и вашим присутствием здесь. И мы надеемся, что Господь за это умножит и приумножит всякое благословение вашей жизни. Самое главное, что мы можем служить здесь вместе Евхаристию и быть едины, что продолжится и в Царстве Небесном, в Царстве Отца, Сына и Святаго Духа во веки веков. Православная Церковь Македонии существует в катакомбных условиях. Литургии совершаются, как мы уже видели, в церквях, замаскированных под дачные строения, а также в квартирных храмах. Это происходит в таких городах, как Скопье, Куманово, Штип, Охрид, Битало. В некоторых квартирных храмах паству приходится делить на группы, и прихожане посещают богослужения по смену. Нам довелось молиться, служить и причащаться тела Господня с гонимыми нашими братьями. Во время таких богослужений как никогда чувствуется, что все мы едины во Христе. Продолжение следует... Мы знаем, что македонские православные особо почитают оптинских старцев. И чтобы поддержать всех верных, русские монахи передали в дар Охридской архиепископии частицы мощей всех оптинских старцев. Это и есть дар любви и пример того, как истинные христиане не остаются равнодушными к своим братьям. Апостол Павел сказал, что мы сограждане святым и пресные Бога, и свои для Бога. И это мы видим сейчас, потому что следы оптинских старцев пришли к нам из далекой России, за 4000 километров отсюда. Они сами соблаговаривали посетить нас с вами. Потому что они видят вашу скорбь, вашу любовь, вашу ревность к Богу, и потому не оставляют вас в сердце. Дай Бог всем нам видеть хотя бы малую только той любви, которую имели они. Они жили в то время, когда в России угасало православие, и последние оптинские старцы жили уже после революции. Последние старцы стали мучениками, так же, как и вы. Таким образом они знают ваши болезни, потому что прошли таким же путем. Среди секулярного мира они сохранили любовь к Божию. Вы можете стать святыми, как и они. Это призыв русских святых и македонских святых. Будьте святы, как свят Господь. Вы должны будете иметь долг к нам, к русским. Велика молитва мучеников, и мы требуем ваших молитв. В нашей церкви, в том храме, где я настоятель, на каждой литургии мы поминаем Охрестскую архипископию. Примерно весь Синод и всех верных Охрестской архипископии. Прошу вас и нас поминайте в своих молитвах. Как бывает поэт, чем темнее ночь, тем ярче звезды. Так же, где увеличивается гонение, там усиливается благодать. Бог даст, что после гонений Охрестская архипископия выйдет гораздо более сильной, чем тогда, когда она вошла в них. И она принесет пользу не только народу Македонии, но и всей Вселенской церкви. Спасибо, Господь. Спасибо, Господи. Вы здесь, но Вы имеете поддержку небесную. Все святые православные, они находятся в гононической церкви, они находятся в той церкви, где вы живете, где вы живете. Они все пребывают с Вами, и Вы пребываете с ними в одной церкви. А это есть лишь видимое проявление того единства, которое Вы имеете в действительности каждый день, начиная с того момента, когда Вы пришли в гононическую церковь. Святые славы Бессмертного Отца Небесного, Святого Блаженного и Иисуса Христе, Пришевши на запад солнца, обидевши свет вечерний, поемуца сына и святого Духа Богу, достоинства и святого Духа Богу, все времена пред быть и власть и преподобными. Синий Божий живут, да я, тем же мир Тя славит. Синий Божий живут, да я, Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Теперь же мы видим новое подтверждение того, что именно церковь, возглавляемая митрополитом архиепискому Иоанном Охрестом, является законной канонической церкви. На покребении блаженной памяти почившего стейшего патриарха Алексея приехали делегации обоих церквей. И Охрестская архиепископия, возглавляемая Иоанном, пришла, чтобы почтить память стейшего патриарха и расходящего Митрополитовского Санцеркови. И что же, мы видим, как архиепископ Иоанн вместе с другими православными иерархами провожает последний путь на суд Божий патриарха Алексея. Делегация македонской православной церкви стояла вместе с раскольниками и инославными. И таким образом, русская православная церковь очередной раз показала, что признают она в качестве законных только Охрестскую архиепископию, только ту законную церковь, которая сейчас существует на погрине, возглавляемая Иоанном Патриархским. Это очередное подтверждение единства всему закону Санцеркови. Санкт-Петербург 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 Аллилуйя. Хвалите Господа, Яко благостно. О, Аллилуйя. По-по-йте, И мені его, Яко добро. О, Аллилуйя. І Господь наш над всеми погинь. Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор